Покупка автомобилей в современной России – подобие прогулки по минному полю. Если у вас нет понятия о конструкции этих мин, карт их размещения и вы не занимаетесь разминированием более-менее регулярно, пройти по такому полю и остаться целым почти нереально. В этом Тауе наши зрители убеждаются каждый раз, когда сталкиваются с очередной историей обмана. Полгода назад в Екатеринбурге сформировалась группа людей, пострадавших от обмана рядом автосалонов. Добиваясь расторжения заключенных с ними крайне невыгодных сделок, эти разгневанные потребители вынудили закрыться по меньшей мере три автосалона – «Стрела», «Ройал авто» и «Золотая миля». Часть участников этого потребительского объединения судятся с бывшими автосалонами и даже иногда выигрывают суды, но, поскольку решения происходят заочно, в отсутствие ответчиков, а счета бывших автопродавцов пусты, то получают только моральное удовлетворение. Другая часть не прекращает попыток найти нечестных бизнесменов и договориться о расторжении сделок. И здесь успехи чуть заметнее. Так та уже рассказывала, как екатеринбургским покупателям удалось найти в Тюмени автосалон, принадлежащий бывшим собственникам екатеринбургских «Стрелы» и «Золотой мили», а заодно и менеджеров, перекочевавших из столицы Урала в Тюмень. В процессе довольно жестких и продолжительных очных переговоров трем из более чем десяти пострадавших удалось добиться своего выплаты денежных компенсаций и расторжения ранее заключенных договоров. Одним из таких счастливчиков стал 41-летний рабочий из Полевского Алексей Горшков. В ноябре прошлого года отец двух малолетних детей и супруг жены-инвалида умудрился поменять в екатеринбургском автоцентре «Стрела» свой четырехлетний «Киа Рио», кредит, за который он тогда еще не полностью выплатил, на новый «ФАФ Бестурн». Вообще-то Алексей искал «Киа Спортич», но менеджер «Стрелы» так его залечили, что тот еле унес от них ноги на том, что было. Уже дома Алексей разобрался, что фактически бесплатно отдал им свой «Рио», а за приобретенного китайца он в течение восьми лет должен будет выплатить почти пять миллионов рублей. Да к тому же и «ФАФ» Алексею попался явно бракованный. Он как бы новый, 21-го года, мы пробили его по автотеке, он все как бы новый, я первый хозяин у него. Но машина, я тут работаю в Екатеринбурге сутки через трое, ехал с работы, у меня загорелся чек на панели. Все, я прижался к обочине, заглушил, заводить, она не заводится. Сбросили ошибку, там что-то с двигателем было. Все, я поехал домой. По трассе у меня перестало гореть на панели датчик, что показывает, что горит ближний свет, но ближний свет горел, просто датчик потух. Все, после чего у меня отказали поворотники, аварийная служба, ну, аварийка на машине. Все, я поставил ее дома, утром вышел, завел, ну, ради любопытства проверить. Она завелась, все работает. Мы с супругой поехали в магазин за продуктами, все, пока супруга ходила в магазин, я остался с двумя детьми, одному пять, другому семь лет в машине, заглушил машину, так как вчера было на улице тепло. И все, и она снова не завелась. Сначала они стали поработать поворотники, аварийка, а теперь заглушили и завести обратно не можем, никакой ошибки, ничего не горело. Вот такая машина, супер-пупер. Полгода это все продолжалось? Да, 22 ноября мы с супругой заехали в автосалон «Стрела», где попали к мошенникам. И вот благодаря Алене Владимировне мы победили все-таки. Куда мы только не обращались, его БОП и в прокуратуру, и везде-везде. Все делают вот такие глаза первый раз, когда мы приходим. Да что вы, да мы будем с вами работать, мы с вами на связи. Но по действию никаких действий не происходило. Как мы и стояли на одном месте, так мы и стояли на одном месте. Благодаря Алене Владимировне и нашей группе, которую она создала. Ну не то, что она создала, как бы. Я обратился там, Вася обратился, Коля обратился. Команда получилась. Да, у нас получилась команда. И вот мы стали биться, биться. И вот первое расторжение у меня. Алексей Горшков был одним из самых активных членов команды обманутых покупателей. Почти год посвятив все свое время борьбе с автомошенниками, он, конечно же, сделал выводы из полученного им опыта. Будьте внимательны. Самое главное, будьте внимательны. Лучше найдите адвоката, юриста. Заплатите там деньги, вы не обеднеете, вы не разбогатеете на эти 10-20 тысяч, да, я не знаю, сколько это стоит сейчас, как бы, автоподбор. И делайте вот так вот. И самое главное, читайте все документы, читайте. Если что-то заподозрили, вызывайте документы. Ой, вызывайте милицию, забирайте документы. Документы на машину ни в коем случае не давайте. Это все вранье. Оставаясь неисправимым оптимистом, Алексей едва закончил в его эпопее с мошенническим автосалоном. Немедленно задумался о покупке нового автомобиля. Но в этот раз решил обращаться только к проверенным автодилерам, многие годы торгующим машинами. Но даже в такой салон Алексей теперь не отважился идти один. И, как показало время, правильно сделал. Потому что ты сейчас будешь юрист Лёхи, да? Да, я буду сейчас контролировать. Весь процесс документации, да? Уже не разторжение, а приобретение автомобиля в июле авто. Говорят, очень крутой салон. Сейчас проверим. Машинка, почем будет она? Стоит миллион пятьсот пятьдесят, но обещали полтинник скинуть. Не знаю, от этого получится. Обещали резину подарить. Зимнюю. Так как здесь нету. Визуальный осмотр, изучение истории 11-летнего Киа Соренто, замер толщины его окрашенных частей, Алёха Горшкова полностью удовлетворил. А вот общение с кредитным менеджером совсем не понравилось. Мы приехали в июль. Провели там около пяти часов примерно. Вот мы записывали. Нам кредит одобрил Экспобанк, Локобанк и Быстробанк. Все перечеркано, посмотрите. Это 58 раз нам кредитный специалист объяснял, что мы будем платить, как мы будем платить. Расчетки это, да? Расчетки, да. Мы ничего понять не смогли. Сколько это в месяц взнос, да? Не смогли, да. Разные банки. 33 500, 32 500. Все менялось каждую секунду буквально. То есть описала? Да, я все записывала специально. И в связи с этим поняла, что что-то не так. Кредитный менеджер в автосалоне июль, по словам Алены, наотрез отказался делать полный расчет кредита с графиком платежей до подписания договора купли-продажи. И Алексей решил съездить к еще более официальному дилеру Kia Motors, предложившему такую же машину по сходной цене. Вот только приехала такая же машина, как мы смотрели там, Kia Sorento 2012 года. Вот сейчас поехали ее смотреть. Я посмотрю, как здесь работают наши братья. Получается, там были у нас не дилеры июль. Да, там мультибрендовый салон июль был, а здесь дилеры. А машина такая же есть. Да, да, трейдин только что привезли. Вот будем смотреть. Получается, вас там что не устроило? В июле. Нас не устроили кредитные обязательства, которые мы записывали, переписывали, нам страховки всякие навяливали. Хотя я был на прошлой неделе, они сказали, что никаких страховок у них нет. То бишь опять врут, опять мошенники, опять врут. Увиденное в Kia Motors Алексей озадачило. В объявление о продаже был указан серый, такой, как он и искал, цвет автомобиля. Он серый по документам, да, все верно. Слушайте, я не могу сказать, но по документам он серый. Вот такой цвет серый. Я тут уже... Типа это серый цвет. Я не могу сказать, почему у него такой оттенок, но он серого цвета. Документы серые. Документы на него серые. Почему-то мне смущают вопросы, почему по документам она серая, а так она черная. Вот тенок такой. Так она черная же. Ты же понимаешь, что серая, это вон машина, вон фольфлагина стоит. Нет, я вам объясню. Вообще, допустим, к примеру, я продавал позавчера си. Все дети в документах пишутся. Автомобиль цвет черный, серый, зеленый. Вот как это понять? Я уже устал, короче. Все врут, все врут, все врут. А то что не устроило, то есть эта машина. Эта, во-первых, машина не понравилась, во-вторых, цвет не понравился. Вот, автотеку. Так, автотеку Алена. Автотеку, и машина, короче, грубо говоря, вся убита, перебита, короче. Выплачено в ноябре 277 784, купили в Челябинске, они ее за миллион сто, а сейчас за миллион четыреста продают. Ален 449. Ну, хорошо, но ценили, что? Что, куда, после возвращаемся? В июль, что ли? Да, никуда не возвращаемся. Едем по домам. Пошепчется, пошепчется. Челех остался без машины? Да. Пошепчется, пошепчется. Как-то раз сделал уже, короче, ошибку в автосалоне стрела. Я лучше подожду. Вообще будешь ждать. Чего ждать? Пошепчу, может, другую где-то там найду машину. С изменением геометрии элементов кузова эксплуатационных характеристик автомобиля. То есть по автотеке этот автомобиль битый был хорошо очень. А нам говорят, что все с ним в порядке. У меня, он сказал, что там два окраса, короче, крыло и капот, он сказал. Даже написано, пробег могли скрутить. Ну так, на автотеке, по крайней мере, такие данные. И почему-то цвет серый ПТС, а машина черная. Тоже не совсем понятно. Мне понравилось только одно, что перед подписанием договора купли-продажи, как одобрят кредит, сразу показывают весь график платежей. И он другой не изменен. А там не показывают. Из-за этого мы и уехали. Они не хотели показывать график платежей, да? Да, они не показывают график договора купли-продажи. Вначале подпиши. А после этого, то мы покажем. Там так было. Поэтому мы и уехали. Из глубокого отчаяния нашего героя вывел звонок автосалона «Июльавто». Перед Алексеем извинились, пригласили его еще раз приехать к ним. Предложили тест-драйв и замену кредитного менеджера, который в этот раз без каких-либо проблем рассчитал ему график предстоящих ежемесячных платежей. Осталось только совершить сделку. Прокатились, короче, на машине. Обратно же мы вернулись в июль. Машина. Солочка, девочка. Ну, с маленьким пробегом. 155 тысяч. Ну что, Леха, поздравляем тебя. Покупка машины. Да, вот такую ласточку мы сегодня купили. Что купил в итоге, показывай. Кио Соренто. Так, нормально все. Ты снова в кредите. Не я, а жена. В этот раз и жена. Да ты что? Я же подкаблучник. У меня нету ничего. На мне только ипотека. Машина и то жены. И че, почем вышло? Вышло миллион шестьсот. Это как, по началу? По началу, да. На сколько лет? На семь лет. Ну и в итоге сколько она выйдет? Два семьсот. Два семьсот. Нормально. По прошествии двух недель Алексей Горшков все так же доволен своей покупкой. И по его словам, крестится, проезжая мимо каждой церкви. Но, а бывшие его собратья, по несчастью, до сих пор добиваются расторжения мошеннических сделок. Опускать руки они не намерены. Как только появятся от них какие-то новости, мы вам обязательно расскажем. Ну и тихо. Л floating. С vérином.